Утверждение прогнозных показателей федерального бюджета, например, таких как стоимость барреля нефти, необходимо для дальнейшей работы над бюджетами в регионах. Бюджет Ненецкого округа, несмотря на сложные экономические реалии, останется социально направленным. Приоритеты – здравоохранение, социальная политика, образование, культура и спорт. Как организовано медицинское обслуживание детей в дошкольных учреждениях, какие проблемы существуют в этой сфере и как их решить? Об этом шла речь на совместной дискуссионной площадке, организованной региональным отделением Общероссийского народного фронта. К диалогу пригласили представители профильных департаментов Ненецкой окружной больницы, заведующих детских садов Наринмара. Именно в дошкольном возрасте закладывается фундамент здоровья ребенка. По словам заведующей детской поликлиники Аллы Муратовой, с двух до семи лет происходит активное формирование иммунитета ребенка. Поэтому в этот период ребенок болеет чаще, чем ребенок, который уже учится в школе. Именно поэтому здоровью дошкольников необходимо уделять самое пристальное внимание. Согласно статистике детской поликлиники, наиболее частыми являются заболевания верхних дыхательных путей – отиты, синуситы и бронхиты – почти 79% от общего объема заболеваний. Ежегодно в детских садах региона происходит диспансеризация. По информации Аллы Муратовой, осмотр одной и той же группы дошкольников в 2014 и 2015 годах дал следующие результаты. На том же уровне остается количество нарушений слухом, стало меньше нарушений осанки, за год на 1,5% увеличилось количество нарушений зрения, уменьшилось количество детей с нарушениями речи. Самыми распространенными патологиями, с которыми встречаются при диспансеризации дошкольников, по-прежнему остаются стоматологические и хирургические патологии. Даже после проведенного медосмотра, после проведенной диспансеризации, когда медицинский работник доводит до сведения каждого родителя о результатах проведенной диспансеризации, и где прописано, посидеть данного специалиста, посидеть стоматолога, начинаешь смотреть, через полгода этих же детей с деков, к сожалению, мало. В лучшем случае 10% идут на санасу, в лучшем случае. Поэтому вот здесь вот нам нужно всем вместе, и педагогам, и медицинским работникам активизировать работу. Стоит отметить, что на втором месте после стоматологических и хирургических патологий стоят заболевания желудочно-кишечного тракта у детей. Большое внимание в детских садах уделяют оздоровительным процедурам – витаминизация, точечные массажи, фитотерапии, прогулки и, конечно, физкультура. По словам медиков, огромный оздоровительный эффект для детей имеют водные процедуры. Конечно, такая роскошь, как бассейн, есть далеко не во всех дошкольных учреждениях и становится более обидным, когда бассейн есть, но по каким-то причинам он не работает, как, например, в семицветике. По словам заведующей детского сада, температура воды и воздуха сегодня не соответствуют нормам СанПИНА. Система вентиляции пришла в негодность еще в начале эксплуатации. В том году у нас так, как бассейн все равно работает, чтобы он циркулировал, вода, химочистка. У нас вышли из строя частично какие-то технические моменты, но мы их тут закупили. Сегодня обследованием бассейна в семицветике занимается Центр стройзаказчик. Впрочем, проблемы есть и в других дошкольных учреждениях. В детских садах бассейны фактически не работали, почти во всех детских садах. Мы в прошлом году начали позапрошлом еще году, летом обследование. В прошлый год полностью делали обследование всех бассейнов, в том числе, которые не могли запустить фактически два года, в искателях ЦРР. Но сегодня бассейн начинает работать. Многие сделали ремонт за летний период. Там, где была, например, смена плитки, где необходимо было поставить очистку дополнительную. Но, тем не менее, рассматриваем вопрос о том, чтобы привести в соответствии все бассейны к нормам. И, кроме того, чтобы обслуживали специалисты, которые работают с бассейнами вообще. Поэтому и обследование делали специалисты НОРГа, те, кто работают на этих основных установках. В рамках дискуссии затронули и вопросы приема детей врачами детской поликлиники. В адрес уполномоченного по правам ребенка поступают жалобы о долгом ожидании у кабинетов педиатров и узких специалистов. «Были обращения по организации медицинских осмотров. В частности, обращались граждане, которые проходили медосмотры в области семи спортивной медицины. Например, придя на медосмотры врачу-неврологу, могли попасть на прием к специалисту в течение двух-три дней. Потому что во время приема, который ведет невролог, одновременно он принимает спортивную медицину, ведет медицинские осмотры детей, скажем, довода, которые вне очереди заступают, и в это же время ведется подъем к лотовочкам». По словам Аллы Муратовой, в отделении спортивной медицины сегодня попросту нет специалистов. Нехватка кадров в сфере здравоохранения – серьезная проблема для региона. «В этом году департамент провел работу и с Министерством здравоохранения, и все наши жильцы в деференции для врачей были направлены от имени Министерства во все медицинские вузы Российской Федерации. Информация о нас существует. А вот в учебных заведениях, к сожалению, по крайней мере, вот от такого ажиотажа нет. У нас идет там гидролинг-сайта в ежедневном режиме кадровыми службами по здравоохранению. То есть работа, она ведется достаточно серьезная. К сожалению, результат ее мы пока не ощущаем. По словам главного врача Нинецкой окружной больницы Андрея Дедова, в условиях нехватки медицинских кадров необходимо нормализовать работу детской поликлиники. Все предложения, высказанные в адрес педагогического и медицинского сообщества, взяты на контроль активистами Общероссийского народного фронта. Ирина Цепетова, Антон Водряков, Телеканал Север.